всем привет ребята вы находитесь на моем канале сегодня мы с вами поговорим о неожиданной теме это будет не говард филипсович это будут не ужасы не лючего фульчи и вообще не 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 это будет авторская или бардовская песня тема для меня куда более интересная чем для многих моих собеседников потому что я попытаюсь сегодня один тезис доказать вам по крайней мере не знаю уж как всем прочим но лично вам попытаюсь что несмотря на то что сегодня авторская или бардовская песня это такое знаете рутинное сборище свидетелей грушинского фестиваля изначально она появилась как буквально бунтарское направление искусства сравни с сравни панк року например то есть это конечно смешно звучит но на практике авторская песня появилась в момент максимальной несвободы общества как возможность от этой несвободы уйти и я сегодня поговорю о конкретных пяти деятелях и на их примере мы рассмотрим как это явление развивалась как она в принципе появилась да и почему она была действительно бунтарским до определенного момента ну я хочу сразу сказать что современных бардов я тоже иногда слушаю все слово бард неприятное конечно да это скорее все таки авторы исполнители барды это нечто средневековое больше но все же вот из современных например мне иногда нравится слушать ныне почившего к сожалению в году земля пухом леонида сергеева автора легендарной песни колоколенко до 1 на самый известный из его композиций предположим тимура шаова который кстати недавно писал на смерть своего друга сергеева интересную композицию там есть такая фраза добреле от застоя к отстою очень своевременная такая композиция и наверное немножко но это скорее ностальгический такой момент виктор третяков автор еще одной одной конкретной очень известной знаменитой песни тюбик но в принципе третяков конечно народный артист россии выступает в кремле на радио шансон свой человек что называется да кстати интересно как авторская песня неожиданно оказалась в одном ряду с шансоном но это ладно эта история не для нашего ума и эта история скорее про монетизацию чем про какие-то сходные моральные установки и так далее но были ведь великие барды великие авторы исполнители да прежде всего конечно булата куджава и начну я пожалуй с него давайте предположим себе ситуацию вы живете в неком выдуманном государстве в котором существует стопроцентная даже не цензура от цеховость до цеховая структура общества у меня здесь кофе вам тоже рекомендую то есть каждая профессия каждое профессиональное сообщество работает по факту на системе разрешений на системе лицензирования и так далее москва ну и россия в принципе но и прежде всего москва как город на виду до 50 60 и 70 и годы это место где практически на любую творческую деятельность существует профсоюз и какая-то профессиональная контролирующая организация ты не можешь быть художником по факту того что ты рисуешь ты можешь быть художником по факту того что ты состоишь в союзе художников у тебя есть соответственно все социальное обеспечение тебе гарантирована пенсия ты являешься штатным сотрудником аналогично с музыкой есть всякие софт концертной организации которые полностью твою жизнь они определяют твою ставку рабочую до часовую по часовку они определяют тебе гастроли гастрольный график и так далее ты не творческий человек ты сотрудник творческой организации как сотрудник ты получаешь там зарплату надбавки пенсионные какие-то вещи и все такое с одной стороны это конечно социальные гарантии и советский союз очень гордился своей социальностью и в принципе наше выдуманное государство о котором мы говорим да тоже гордилась бы своей социальность но любое выступление музыкально если вы почитаете воспоминания ребят из ленинградского рок-клуба и прочих рок-клубов рок-лабораторий да вы увидите что им приходилось согласовывать контент которым они выходили даже казалось бы такая непрофессиональная область как рок-клуб это ведь непрофессиональное с объединение это объединение любительской музыки но даже они вынуждены были отчитываться вынуждены были пропускать вперед так сказать цензорскую комиссию которая отслушивала все это дело кстати есть забавная история с группой пути связаны пути сибирские панки у них была классная песня в ней был припев нога в ногу идет народ да и цензурный комитет ее почитал текст и такой дескать ну что хорошая песня про патриотическое да про то что молодежь и вообще весь народ идет нога в ногу к светлому будущему но потом когда они вышли на сцену они ее сыграли оказалось что этот припев звучит как на говно на говно на говно гу идет на рот такая извините за то что перебрал мир от мелодию я думаю вы поняли логику это это забавно но в любом случае это было крайне бюрократизированное крайне сегментированное творческое сообщество в котором любое инакомыслие было невозможно даже не из-за каких-то там гонений репрессии еще чего-то невозможно чисто технически потому что вся эта фильтрация не пропускает ничего хоть сколько-то не похожего на то что разрешено да и вот в этой обстановке чем мог ответить так сказать тот самый народ коммунизмоносец народ мог ответить только чем-то что не попадает в сферу профессионального и именно для обеспечения функционирования вот такого непрофессионального был потом создан ксп клуб ну любители самодеятельной песни самодеятельность вот куда ушли те кто не хотел или по какой-то причине не мог работать в официальном ключе и а куджава был одним из них а куджава был профессиональный литератор действительно профессиональный но вот его то что мы называем авторской песни до куджава это уже совершенно другая история эта музыка появилась на кухнях эта музыка появилась на квартирниках в небольших компаниях распространялась самопальным образом на лентах на бобинах на костях да то есть эта музыка была непрофессиональной практически фактически даже это фольклор то есть это не песни профессиональных исполнителей хотя куджава умудрился за счет знакомств и дружеских связей продать определенное количество своих песен в кино да но все же и вот в этой обстановке расцветает авторская песня вообще насчет ксп стоит сказать что с одной стороны это конечно такая своего рода организационная форма народной такой музыки которую невозможно цензурить а с другой стороны ксп одновременно с этим это все-таки и некий компромисс с государством то есть организационная форма у него все-таки есть а значит и следить за ним удобнее чем если бы ее не было согласитесь но а куджава к тому моменту как он возглавил ксп фактически уже был метром он уже восседал так сказать посреди молодых любителей гитары да и туризма по большей части а прославился то он в запрещенном режиме и более того его концерты в какой-то момент даже разгоняли конной милицией если вы почитаете его биографию там об этом есть и возникает вопрос что такого опасного могла заметить власть в песенках под гитару кухонных а на самом деле очень много и куджава действительно первый и главный из авторов авторов исполнителей потому что он добавил в песенную культуру в музыкальную культуру своего времени добавил искренность и не уживчивость с подлостью скажем так во первых а куджава был как вы знаете из семьи что называлось врагов народа до его отец был расстрелян его мать прошла лагеря с таким бэкграундом конечно выйти на большую сцену было бы сложно именно поэтому собственно говоря он ушел в писательское дело он писал исторические романы как вы знаете в одном стихотворении советского времени была фраза мы уходим в переводы это как раз об этом если тебе не дают говорить ты уходишь в переводы начинаешь заниматься переводческой деятельностью а ночью так сказать присвоить лампады в темноте пишешь песни давайте чтобы не быть голословными и закуджавы заехал к маме умерла к отцу хотел а он расстрелян и тенью черного орла горийского весь мир застелен и измаравшись в той тени нажравшись выкриков победных вот что хочу спросить у бедных пока еще бедны они заехал к маме умерла к отцу подался застрелили так что ж спросить то позабыли верша великие дела отец и мать нужны мне были в чем философия была вот об этом по сути а куджава а куджава свидетель страшного века страшного времени и как свидетель он очень опасен более того он не просто свидетель он не перебежчик он был всегда вместе со страной в том состоянии в котором его страна к несчастью было если вы узнали цитату да и извращен он прошел войну он воевал получил был ранен был демобилизован после ранения он имел очень широкий круг знакомств помните у него была песенка кабинеты моих друзей да он был заметной фигурой в гуманитарной так сказать отрасли но при этом официально он был просто писателем исторических романов большую часть времени буквально чуть ли не до перестройки и гласности а куджава на мой взгляд чем он еще революционен помимо своего собственно говоря революционного содержания но давайте так по пунктам первое а куджава был однозначный противник реальности существующей вокруг него это что он на какой-то момент обрадовался оттепели и поверил в оттепель это быстро прошло да это закончилось в праге закончилось в чехословакии после этого куджава уже ни разу не обманывался и ни разу не верил и вот это вот с народом заодно да и точнее заодно с правопорядком пастернаковская куджавы уж который явно преемник пастернака он это явно не разделял а куджава один раз приехал к пастернаку играл ему свои песенки пастернак вроде одобрительно покачал головой но ничего особо не сказал и позвал к столу тем забавнее что куджава в итоге жил в доме пастернака уже после смерти поэта я имею ввиду и но а куджава сделал еще кое-что если вы вспомните официозные песни да то есть песни прошедшие цензуру которую крутили на радио там народные артисты до советского союза и все такое они все абсолютно дезинфицированы скажем так они стерильны в них все так как нужно и при этом они практически не человеческие они из них убрана устранена вот эта часть которая отвечает за интимное за человеческое за житейское скажем так а куджава вызывающий и это вызов это не случайность а куджава вызывающий приземленный на фоне его давайте восклицать друг другом восхищаться до высокопарных слов не стоит опасаться но одновременно с этим его сюжет и песен они абсолютно локальны они все о каком-то ну рефлексирующим человечки именно человечки не человечище да который там бам строит а человечки этот человечек вот за шуганный помните я не знаю я даже не знаю какую песню привести ну музыкант заезжий музыканта лирический герой простой человечек хотя мы с вами разбирали уже один раз эту песню да и говорили о том что на самом деле эта песня скорее про альтер-эго то есть музыкант это альтер-эго героя и он ревнует женщину к себе творческому потому что он творческий как бы всем нравится а он реальный не особо ну или какие еще примеры вспомнить ну я не знаю но про муравья да в комсомольской богини есть это во многих песнях а куджава это есть его герой вызывающие обычные он вызывающий такой ну можно даже сказать новосельцев новосельцев это продолжение на самом деле лирического героя куджава то есть этот человек который родившись во времена бурь и глобальности в итоге превратился со временем в винтик маленький маленький винтик который осознает то насколько он жалкий вот в чем дело и это новый мотив для того времени мотив который возможно вы смен платоновым свое время в том же котловане да когда абсолютно низкие абсолютно незаметные люди занимаются чем-то настолько глобальным что в их глазах это поднимает их стоимость до их цену хотя по факту они сидят на краю огромной ямы и все и их жизнь ограничена вот этим бачи на этой ям но понятно что котлован не только об этом далеко но это вот это вот злобное осмеяние реальности именно в этой реальности живут персонажи а куджава хотя сам а куджава конечно ну как минимум по общению да по его реакциям на вопросы по его интервью по его ответом на записки в залах можно увидеть что он человек который держался неожиданно аристократично вообще но для людей из грузии часто это свойственно да у них рубаха парень это не про них наверное извините меня такой национальный национальное высказывание конечно не вездесуще конечно это не какое-то правило это просто такое легкое обобщение которое возможно с моей стороны ошибочно но вот а куджава это такой ну как в книжках да я не знаю грузинский князь аристократ вот он вел себя аристократически а однако однако несмотря на то что я считаю его главным творцом авторской песни в советском союзе тем кто запустил этот процесс и тем кто сформировал вот эту вот неожиданную свободу для большинства населения россии главным конечно остается владимир семенович высоцкий и это можно понять обратите внимание каждый бард из тех о ком мы сегодня будем говорить или уже говорили да имел какую-то другую несколько профессий то есть а куджава вышел из литературы а куджава это кстати еще один тезис который вам хотел озвучить а куджава это мостик между серебряным веком и будущем да и современностью и может быть например мостик между серебряным веком и рок поэзии условно который собственно говоря и закончился советский союз а вот ну и он понятное дело писатель и поэт почти профессионально он вышел из вот этой вот серебряно-вековой концептуального пространства серебряно-векового а вот высоцкий это другая история высоцкий это актер прежде всего и люди которые сегодня говорят что ой да ну что вы высоцкий это бард а актерство у него ну такое себе ну и смотрел я этого гамлета его там быть или не будет что это стена перед ним двигается то есть дескать актер из высоцкого так себе вся прелесть спектаклей театра на таганке в том что у них там всякие интересные до сцены устройства механика этой стены кстати она офигительна если вы посмотрите отрывок из спектакля где высоцкий идет читает монолог гамлета и перед ним стена с другими героями сдвигается и они как бы постепенно с его шагами до стена отодвигается это действительно вызывает уважение это очень круто сделал но это на самом деле ложь это попытка выдать желаемое за действительно высоцкий действительно профессиональный актер и и его музыка его авторская так сказать песня это прежде всего и исключительно продолжение его именно что актерской деятельности он во всем актер и в песнях тоже и поэтому вы у него практически не заметите песен от так сказать первого лица я имею ввиду именно от самого владимира семёныча высоцкого вы будете слушать и вы обратите внимание что все его лирические герои это не он даже актер владимир владимир семёныч высоцкий даже актер высоцкий это все равно лирический герой это речь имеется ввиду речь идет о песне например нет меня я покинул россию да вот это вот про то что не надеетесь я не уехал я я не помню дословно сейчас не надеться я не уеду да это тоже лирический герой вся жизнь высоцкого это жизнь актера и поэтому когда вы слушаете песню от лица боксера от лица шахматиста неудачника от лица не знаю там от лица туриста от лица зэка от лица военного от лица самолета от лица там я не знаю еще чего-то это всегда актерство высоцкий вышел из и однозначно высоцкий конечно ближе к и скажем так к человеческой массе потому что обращался он на так сказать на всю ширь вам вовсю ширь на все население страны может быть даже я бы сказал что у него были некие мессианские комплексы но это и не важно высоцкий действительно талантливый и крайне продуктивный автор крайне продуктивный его прелесть именно в том что против него буквально и советская власть государственная и в принципе так сказать народные активисты практически ничего не могли противопоставить его свобода заключается в том что он буквально такой же как ты и каждый и это именно за счет актерства каждый кто его слушает помните у него была баллада охот на волков и потом еще потом еще была охот на волков 2 до охот с вертолета и была еще третья песня которую очень мало у нас знают потому что у нее другая аудитория немножко и там в песне песня про высокие кабинеты в которой опять же лирического героя владимира семеновича высоцкого зовут для того чтобы он там спел охоту на волков и вот сидит этот огромный грузный государственный чиновник слушает эту песню охоту на волков и типа не разобрав последний строчек восхищается это ж про нас какие к черту волки да это про нас это про нас всех и в этом особенность высоцкого за счет того что он профессиональный актер он может играть кого угодно и пишет для кого угодно поэтому высоцкого любили высоцкого тайно любили в партийных верхах чиновники самых разных уровней высоцкого любили заводские рабочие высоцкого любила интеллигенция в том числе как ни странно наверное из-за интереса к блатной песни да потому что высоцкого и блатного очень много простите горло пересохло но все же и за счет того что до высоцкого практически невозможно докопаться он еще довольно хитрый был на самом деле если вы послушаете на при его интервью у него было интервью например одно где у него спросили скажите пожалуйста какого человека да вы считаете самым худшим из ныне живущих ну понятно что алаизыч помер давно да но вот из ныне живущих самый вот большой ублюдок условно говоря а это был как раз момент когда дружба с китаем несколько заглохло до после инцидента на даманском и он недолго думая сказал мало худший человек мао цзэдун столько крови пролил столько говна совершил культурную революцию устроил старые древние шедевры искусства уничтожил да то есть все но проблема в том что мао цзэдун это во многом копия властей которые были при самом высоцком ну или из тех кто старше балладе о детстве все очень хорошо описано вы сами и прекрасно знаете я даже цитировать я не буду и так все понятно да и вот в это в этой обстановке когда его практически не невозможно уцепить он и работал и я уверен что он видел свои в каком-то смысле миссии создание новых нового контекста контекста в котором человеку не стыдно проговаривать боль человеку не стыдно не соглашаться и при этом не стыдно соглашаться то есть он расширил границы допустимого именно за это его и любят ну и конечно за то что он очень четко понимал социальный заказ социальный запрос все эти юмористические песни типа ой вань гляди какие карлики да это на самом деле песня это соцзаказ или перед выездом в загранку до заполняешь кучу бланков про то как агент кгб преследует ну точнее парень штатском до парень рыжий мне представился в париже будем с вами жить я никодим ну то есть у него социальный заказ есть и есть определенная мораль понимаете то есть у него то есть определенный моральный комплекс проще всего вспомнить конечно песню о друге да и вот это вот практически формула если он не скулил не ныл если хмур был и зол но шел а когда ты упал со скал он стонал но держал вот это вот что такое дружба да вообще высоцкий очень такой очень он выстраивает определенные мог моральные конструкты причем не соответствующие действительно действующие моральной составляющей которая на тот момент существовал особенно хорошо это заметно в песне про не помню как она называется ну про дальнобоев да там где один заскулил заныл как вы помните для друзей это нехорошо и сбежал до главный герой из этого маза заснеженного в итоге в нем остался и при пригнали тягач да там был врач и масс попал куда положено ему и он пришел тот который сбежал да этот который готов был убить если ты его не отпустишь трясется весь но там опять далекий рейс я зла не помню я опять его возьму это уже такая моральная история которая выходит скорее из-за зоновской языковской мораль это такая человек человеку волк но волк волку брат условно говоря и кстати говоря синявский например вообще говорил что советская культура создала по моему синявский это говорил но у него был огромный интерес к блатной песни к песне тюремный но и кто-то вот не помню сейчас точно не буду врать но была такая мысль что в советской советский период дал мировой культуре две совершенно новые вещи он дал политический анекдот а это правда это еще одна зона свободы помимо авторской песни анекдот политический и дал миру блатную песню это конечно спорный момент потому что блатная песня это еще на самом деле если уж так прослеживать взаимосвязи это еще можно франсуа виона вспомнить да о котором кстати булашалыч писал но в любом случае вот высоцкий такой высоцкий это то что называется народный да а окружала скорее интеллигентский а это такое знаете когда ты говоришь вот мощь 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 мой окружала окружала по окружали узнаю своих свой чужой если тебе не нравится окружала ты чужой это вот для интеллигентской прослойки такой высоцкий для всех если высоцкий не мой значит ты вообще враг народа по-любому есть другие примеры я вот как раз недавно шалова слушал их у него есть классная песня иные времена да она начинается мы помните но если вы слышали мы тут слушали бетховена давеча как закончилась в бутылке посольская я поставил александра аркадьича и обуяла меня грусть философская имеется ввиду галич галич это третий персонаж который очень много сделал даже не напрямую опосредованно наверное галич был примером такого автора исполнителя диссидента абсолютно несговорчивый абсолютно не умеющий молчать человек который напрямую угрожал будущему я имею ввиду что помните вот например у галича была песня как раз памяти пастернака и про травлю пастернака да там где-то как поленом по лицу голосованием да то есть не не колесованием не отрубанием головы не виселицей а голосованием заморили поэта и у него вот в этом как раз стихотворении есть фраза офигительная которая мы поименно вспомним всех кто поднял руку поименно это уже прям угроза понимаете это угроза и у него все так и вообще на самом деле моральный компас галича лучше всего отобразился в песне помните промолчи она по моему называлась там промолчи попадешь в богачи промолчи попадешь в первачи промолчи попадешь в палачи промолчи 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 ну если молчание золото то и мы безусловно старатели то есть человек непреклонных взглядов абсолютно непреклонных за что и пострадал за что и был по сути изгнан ну или сбежал это как вам больше нравится галич вот третий персонаж и он причем сам по себе наверное не очень многие сегодня переслушивают галича но зато очень сложно найти автора исполнителя или даже писателя серьезного или кого угодно любого культуролога да очень сложно найти того кто не будет ссылаться на галича на галича ссылаются как на моральный авторитет это прежде всего авторитетное мнение и вот галич чистый бунтарь тут я думаю никто из вас не сможет поспорить если а куджава бунтарь эстетический высоцкий бунтарь в том смысле что он показал не только то что нас разделяет да что уж чего греха таить у куджава есть он еще и показал что нас сближает что нас объединяет и показал что мы не винтики мы мы винтики когда мы сами себя таковыми считаем возможно именно в этом состоял конфликт между а куджавой и например высоцким хотя куджава высоцкого конечно любил и вы сами знаете но интересно обратите внимание насколько песня памяти высоцкого не соответствует ситуации до смерти высоцкого а володе высоцком я песню придумать решил но дрожала рука и мотив со стихом не сходился говорят что грешил раньше срока свечу затушил я путаю при куплеты самое смешное простите пожалуйста память уже подводит как умел так и жил а безгрешных не знает природа вот куджава такой до куджава аристократ высоцкий что называется играл в человека из народа именно играл почитайте кто был на самом деле например его отец родной после этого пересмотрите свой взгляд на песни типа ну помните хочу я знать кто такие семиты на про антисемитизм и ироническая эта песня его а вот галич это так сказать образ диссидента в авторской музыке чистый диссидент ничего не боящийся но во всем этом деле мы с вами забываем об одном мы с вами забываем что помимо ну помимо диссидентов которых было крайне мало кстати мы сегодня еще вспомним про юлия кима у юлия кима не так давно была песня не буду полностью цитировать по определенным причинам но она начинала сразу и вот опять нас мало как в давние года да вот опять нас мало их мало и ким на удивление несмотря на то что проработал в кино огромное количество времени написал много песен по заказу госфильма фонда и так далее и при этом он все равно ассоциирует себя именно с диссидентским сословием поэтому мало но как говорил солженицын раньше была интеллигенция теперь появилась образованщина огромное количество людей получила высшее образование высшее образование в советском союзе стало буквально тотальным перестала быть чем-то сверх престижным и стал таким ну плюс-минус любой мог получить если не очень то хотя бы на вечерке там и так далее получить высшее образование и таким образом получилась ситуация что класс людей с высшим образованием неимоверно разросся у образованщины были свои приколы, свои причуды. Она тоже, понимая несвободу, выработала, по сути, новый образ жизни. Во-первых, она романтизировала все вот эти масштабные стройки, это дети 60-х годов, 60-ники, романтизировала научную деятельность, романтизировала походы, походы появились именно при них. И вообще до этого авторская песня с походами никак не связывалась, она была уделом кухонь, а стала уделом лесов, где очередной походовик, походовик, не знаю, как это правильно сказать, с Томиком Тургенева, конечно, в рюкзачке, сидит у костра и распевает песни. Им нужны были свои герои. Понятно, что Высоцкий, в принципе, подходил, и Акуржава, в принципе, подходил, ну и Галич, конечно, в принципе, подходили, но своего голоса у этого сословия, по сути, не было. Это не их голоса. Высоцкий их голоса в той же мере, что и голос всех других, Акуржава, с точки зрения человеческих, моральных качеств, гуманитарной мысли, возможно, их, конечно, но с точки зрения вот этого подчеркнутого аристократизма, совсем не про то. Так появился Висбор. Вот Висбор, четвертый в нашем списке великих авторов-исполнителей, на самом деле, на мой взгляд, максимально беззубый. Он, с одной стороны, продолжает историю про маленького человека, да, Акуржавовского. С другой стороны, его маленький человек в целом не является жалким. Висбор совершает перелом, вот такой вот этический перелом, что да, вообще, о чем Висбор? Да, мы маленькие люди, но мы маленькие люди, которые творят большие дела. И причем творят большие дела по зову сердца. И это своего рода аутотерапия этого класса. То есть, наполнить смыслом, наполнить гуманистическим содержанием масштабные, так сказать, стройки века, да, он справился с этой задачей. Теперь Висбор, это, ну, во-первых, его считают самым добрым. Почему он самый добрый? Потому что он не давит на больное, на первый взгляд. На первый взгляд. На самом деле, конечно, определенная рефлексия о судьбе своего класса, о судьбе вот этой прослойки, которая оказалась, которая была слишком молода, чтобы попасть на войну, и при этом, которая через чистки, через стройки, через все, чему подверглись отцы, да, пришла в итоге к пустоте. Когда начинает трещать идеология, начинает трещать всеобщая пассионарность, да, за ней открывается огромная экзистенциальная пустота. Ее надо чем-то заполнять. И Висбор предлагает заполнять ее добротой. В ситуации, когда весь мир пустеет, нужно быть добрым и быть со всеми. Объединяться. Объединяться не для строительства баррикад или чего-то, а объединяться для того, чтобы в ночном зимнем лесу стало теплее. Греть друг друг. Поэтому, с одной стороны, Висбор, наверное, самый беззубый из них, а с другой стороны, именно он, пока Акуджава, например, видел какие-то политические моменты, видел буквально антропологические сложности, да, особенно после Пражской весны и так далее, Висбор видел то, как постепенно пустеют души людей, постепенно пустеют, люди лишаются надежды. Вообще, если вы проанализируете авторскую песню 70-х годов, вы увидите, что самое частое слово в них надежда, и у Акуджавы того же надежды, маленький оркестрик, под управлением любви. Вот, Висбор, это человек, вышедший из маленького оркестрика надежды. Ну и последний, о ком мне хотелось бы упомянуть, это все-таки Юлий Ким. Не столько потому, что он действительно сверхважный, хотя, наверное, важный, он продолжил ту же линию. Вообще, если так посмотреть, мы можем увидеть, что все советское наследие, авторской песни, оно все так или иначе апеллирует к маленькому человеку. Это вообще свойственно авторитарным обществом. В этом обществе, где интересы коллектива, даже на официальном уровне, даже на уровне регламентации, стоят выше интересов человека, человек чувствует себя маленьким. на фоне этих огромных строек, человек чувствует себя маленьким. Страшно сказать, на фоне Великой Победы, даже те, кто прошли войну, чувствовали себя маленьким. Возможно, поэтому в первые годы о ней буквально не вспоминали. То есть, даже День Победы стал праздником уже много позже. Потому что, эта давящая конструкция, тяжеловесности времени, в котором ты живешь, она начинает угнетать очень быстро. И авторская песня во многом, это ответ на угнетенность масштабами. Это ответ человека, который хочет жить. И хочет жить, не в учебнике истории, что называется, а жить в своей квартире, жить в каком-то уюте. К тому моменту, уже к 60-70-м, тем более, слово уют уже не воспринималось, как пережиток буржуазного строят. Потому что, ну это как у Маяковского, лучше головы канарейкам сверните, чтобы коммунизм канарейками не был побит. Имеется в виду именно страсть к уюту, которая уничтожает стремление к будущему. Так вот, к 60-70-м запас иссяк. Запал иссяк. Уже сил уходить в какую-то строительную такую тему светлого будущего. Запал уже начал иссякать. И именно это зафиксировала авторская песня. Зафиксировала изможденность. Невозможно в этой гонке находиться долго. А тут несколько поколений в ней были зажаты, представляете? И поэтому началось вот это. Началось. И это же породило в итоге поэзию сценическую. Евтушенко, там, не знаю, Белла Ахмадулина, да? Помните, как у того же Акуджава. Я всегда возвращаюсь к Акуджаве, потому что я еще раз хочу подчеркнуть, что на мой взгляд Акуджава – это главный автор-исполнитель советского времени. Главный. И все благодаря и из-за него. Все дальнейшее. Кабинеты моих друзей, да? Помните, там, зайду к Белле в кабинет, скажу «Здравствуй, Белла!» Там, типа, у меня проблема, помоги решить. Ну, а Белла говорит «Разве что это дело?» И тогда-то точно я буду, точно мне будет легче жить. Ну, как-то так. Простите, я уже на память все-все-все прям не помню стихи и песни, поэтому могу путаться. И вот Юлий Ким как раз продолжает всю эту линию, но у него возникла такая интересная вещь, это последнее, на самом деле, что я сегодня скажу. Это про как раз бунтарство. Ким удивительным образом сочетает какую-то детскую наивность, работу в кино, то есть, по сути, в популярной культуре того времени, с отождествлением себя с некой маленькой прослойкой населения, в большей степени диссидентской. И поэтому Ким до сих пор продолжает реагировать песнями на политические события. То, от чего отказались все. Даже Акуджава под конец жизни перестал обращать внимание на политику, особенно после 93-го. Высоцкий ближе к концу, если посмотреть его песни, это уже рефлексия глубоко скорбящего человека. Человека, который впервые увидел в зеркале черного человека, того самого, по сути, Есенинского. Может быть, это дурновкусие, но да, черный человек. Черный человек – это та самая пустота, которую мы только что сказали, экзистенциальный кризис человечества, и экзистенциальный кризис бывших строителей светового завтра, которая не наступила. И вот Ким удивительным образом продолжает одновременно традицию маленького человека. В его песнях «Люди» в принципе. Маленький его лирический герой, довольно просторечный. Он говорит всякими... У него много междометий. У него простые, такие, прямиком идущие мысли. И при этом он отождествляет себя, вот опять нас мало. Опять мало тех, кто готов идти против течения. А Ким, ему сколько лет уже, и он все равно продолжает этим заниматься. Я тут еще... Давайте к сегодняшнему дню, под конец. Я смотрел интересный концерт 2022 года, по-моему, майский, что ли, или июньский, где... Никитин, старший, с... своим сыном поют песни. И вы знаете, я даже не буду ничего говорить, кроме одного. Посмотрите на подборку песен. Какие песни они сейчас поют. Они ни против чего не выступают. У них... в песнях вроде бы нет ничего такого, но сама подборка песен говорящая. Я еще вам напомню, что именно Никитин и в свое время... Кстати, это история о том, как авторская песня встраивается в официоз, да? Проходит цензуру. Диалог у новогодней елки исполняли. А эта песня абсолютно революционная. Она проскочила, потому что там... Это то самое, вот это вот советская многозначность, да? Вот эта вот сложность, когда говоришь одно, думаешь другое, а пишешь где-нибудь третье, да? И вот это вот... Вы полагаете, все это будет носиться? Я полагаю, что все это следует шить. Так разрешите же в честь новогоднего бала на танец вас пригласить. Вот это вот... Сколько в юге не кружить, недолговечно ее кабала и опала. И это в тот момент, когда закончилась с треском, провалилась оттепель. Понимаете? Это же не просто так. И не просто так эта песня появилась в «Москве слезам не верит». Не просто так. И не просто так «Москва слезам не верит» получила «Оскар». Это все связанные процессы. Это все про свободу. Просто на разном уровне. Никитина, кстати говоря, я думаю, это идеальный пример того, как можно говорить многое, при этом официально никак не нарушая действующие требования цензурных комитетов и так далее. Просто это язык из опа. Вот отращивать язык из опа вообще очень полезное дело. Например, ну, я не знаю, вот вы там видеоблогер, да, и вы не хотите ничего говорить о дне сегодняшнем. Но всегда можно говорить о дне вчерашнем, да. Важно же не... Важен выбор темы, скажем так. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не ставьте лайки, пишите комменты, что вы думаете про авторскую песню. Я думаю, что авторская песня появилась как абсолютно бунтарское явление. Явление, когда свободы больше нет и когда дышать больше нечем, на кухнях у людей что-то происходит. И именно с кухонь, вероятно, выходит нечто новое, нечто прямолинейное, честное, нечто, что сопротивляется навязанному и страшному официозу. С вами был Хоспорт. До новых встреч. Можете подписаться на мой Телеграм, я там иногда рассуждаю на всякие подобные темы. Все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok